Завтра день зимнего солнцестояния. Хочу буквально пару слов про него сказать, потому что это очень важный день на самом деле, и его просто нельзя пропускать. День зимнего солнцестояния — это день рождения нового солнышка в нашем будущем, или уже почти в 23-м году, который уже почти у нас на носу. Поэтому празднуем его как настоящий день рождения. С этого дня солнышко всё больше и больше будет светить. Это очень радует, конечно. И вот этот день, он символизирует веру, надежду и позитив. В этот день нужно сначала избавляться от прошлых обид, от плохих привычек. Очень здорово избавляться в этот день. От всего того, что нам не приносит пользу. И переключить наше внимание на позитивное, на наши мечты, на наши цели. Но я уже до дня солнцестояния начинаю практики для очищения. Это можно делать и в сам день солнцестояния, но лично я предпочитаю всю работу сделать до него, а уже сам день по-настоящему праздновать и посвятить ему только позитивному, приятному. Поэтому до 21 декабря сделайте практики для отпускания обид, неприятностей. Вы можете сделать, прослушать аффирмации, которые я выставила в открытом доступе. Также я выставила медитацию в открытом доступе для перехода в Новый год, чтобы избавиться от всего негативного и перестроиться на позитив. В этот день уже или до 21 декабря можно провести генеральную уборку, расчистить своё жилище, освободить место для нового. Избавьтесь от старых ненужных вещей. Вы можете представить, что когда вы их выбрасываете, что вместе с ними, можете это проговорить, вы избавляетесь от болезней, если у вас какие-то есть, или от лишнего веса, неприятностей. То есть я беру вещь и благодарю её за то, что она мне послужила, и говорю с тобой, я избавляюсь от лишнего веса. И выбрасываю, можно сказать, с тобой я избавляюсь от моих страхов. И выбросили эту вещь. То есть вот таким образом вы каждую вещь можете посвятить каждой вещи какой-то негатив, от которого вы хотите избавиться, и выбросить с ним. То есть это супер классная практика. Очистите своё тело, примите соляную ванную с травами, с ароматами, со свечами. Насладитесь. Особенно нам, девочкам, надо зарядиться вот этой энергией наслаждения, позволить себе отдохнуть, замедлиться, побыть здесь и сейчас, сделать для себя любимой что-то приятное. После того, как вы очистили пространство, вы можете зажечь свечу, например, и вспомнить всё то, что было в 2022 году, в уходящем году. И напишите на листке, за что вы благодарны этому году. Чем больше вы запишите, тем лучше. И это не обязательно что-то такое большое, сверхъестественное. Это могут быть какие-то случайные встречи, приятные встречи, приятный разговор или какая-то ситуация, где вам кто-то улыбнулся. То есть это может быть на самом деле что-то, казалось бы, незначительное, но если это было хорошее, подчеркните это. Дайте Вселенной знак, что вы хотите больше таких ситуаций, разговоров, времяпровождения, и она вам это даст. И вот я всегда говорю, запишите минимум 100 пунктов благодарности уходящему году. А уже утром 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, когда вы проснётесь, выйдите на улицу или выгляните в окно, поприветствуйте солнышко. Это день его рождения. И перечислите всё новое, счастливое, что вы желаете, чтобы пришло в вашу жизнь. Опять же, вы можете солнышко поблагодарить за какие-то хорошие моменты в вашей жизни. За дня солнцестояния и до православного Рождества, до начала января — это время мечтаний, загадывания новых желаний. И вот этим временем надо пользоваться. То есть сегодня ещё вот последний негативчик очищаем, убираем. И с завтрашнего дня мы только на позитиве, только на высоких вибрациях, наполненные любовью, благодарностью и верой в будущее. Мечтайте, как будто вас никто никогда не обижал, как будто нет никаких проблем и ограничений. Наполняйтесь любовью, верой в счастливое будущее, и ваши мечты сбудутся. Поэтому я вам желаю прекрасного, светлого, доброго, наполненной любовью, счастьем дня зимнего солнцестояния. Спасибо огромное. Так что пользуйтесь, это очень-очень сильный день для любых трансформаций, для любых практик. Делайте всё, что у вас есть, делайте. Есть ли вопросы по этому дню? Нет, вопросов нет. Я очень благодарна за то, что вы в очередной раз напомнили нам всем, чем нам стоит заниматься в эти дни. Да, да. Часто слышу я сама. Мы уходим в нашу рутину и забываем, что сейчас именно такие вот сейчас, такие дни высоковибрационные. И мы сейчас задаём настроение для 23-го года. И вот давайте прям подтянемся, соберёмся и будем ходить и светить со всех мест, хочется сказать. Ну вот, очень важно.